Здравствуйте дорогие зрители! Сразу поздравим вас с Новым Годом и расскажем, что же нового и интересного произошло в последней неделе уходящего года и что вы увидите в 2013 году. Ну а сначала расскажем вам о телевизионной премии, которую ежегодно вручают Бразилию. Итак, 28 ноября в Рио-де-Жанейро состоялась церемония вручения телевизионных премий года Extra TV 2012. Теленовелла Авенида Бразил, сценариста Жоао Эммануэла Кайнейро, ставшая в этом году настоящим феноменом в бразильском обществе, победила в шести категориях, в том числе получив приз лучшей теленовеллы года. Актриса Адриана Эстевес, сыгравшая злодейку к армению в новелле, стала лучшей актрисой года, обойдя главную героиню Дебору Фалабеллу, которая также была среди основных претенденток на приз. Дебора на церемонии не присутствовала. Вместе со своим бойфрендом, актером Мурилу Бенисио, после завершения съемок новеллы они устроили себе нью-йоркские каникулы. Семилетняя Мэл Майя, сыгравшая главную героиню Риту в первой фазе новеллы, признана открытием года среди актеров детей. Жозе де Абрео получил приз как лучший актер второго плана за роль хозяина городской свалки Нила. Аэсис Вальверди, сыгравшая в проспекте Бразилия сексуальную красотку Сейлен, вручили награду как лучшей актрисе второго плана. Теленовелла «Изысканная гравюра» закончилась в марте, но зрители не забыли одного из своих самых любимых героев. Кром Марселла Сэрадо, экстравагантного мажордома злодейки Терезы Кристины, Кристианы Тарлани. За великолепное исполнение роли и создание яркого, незабываемого образа Марселла Сэрадо получил приз как лучший актер года, оставив с собой всех теленовельных галанов. Успешная семичасовая новелла «Полные очарования» о трех подругах, сделавших блистательную карьеру от служанок до поп-звезд, получила призы за музыкальную тему, костюмы и грим. Исполнительница одной из главных ролей, Изабель Дремонт, Сида, стала победительницей в категории «Идол подростков». Ну а теперь приступим к новостям. Бразильская новелла «Уастро» получила престижнейшую премию «Эмми», как лучшая иностранная новелла. Прямо скажем, новелла того стоит. Учитесь как надо. Это мы так, к слову, без всяких намеков. Сальвадор де Салар стал обладателем премии Колумбийской академии кино, как лучший актер года. Молодец, мы им гордимся. Аргентинская новелла «Градуадес» получила премию «Тату». Одно из самых значимых в Аргентине, как лучшая программа года. Актеры Нэнси Дупла и Пабло Ичари, сыгравшие там, довольны результатами. И говорят, что отпразднуют как следует. Или уже отпраздновали. Адриан Суан Суаро и Нати Аррейра появились на аргентинских экранах 4 декабря в новой новелле «Саламенте Вос». Рейтинги хорошие. И Нати, которая в новеллах давно не снималась, может быть довольна. Неугомонная Нати успела порадовать своих российских поклонников и дала концерт в Санкт-Петербурге. Ну, любят ее в России. А кто запретит? Хавира Бардем заимел свою собственную звезду в Голливуде. А что же, заслужил. Терпение и труд. Все перетрут. Ну и талант, конечно же, совсем забыли. София Вергара решила продюсировать успешный аргентинский проект «Женщина-убийца». Проект выйдет на канале ABC. Посмотрим. Аргентинский сериал был мужиковат. И чрезвычайно психологичен. Сама Хайек тоже решила продюсировать. И сериал, над которым она будет работать, называется «Бастардс». Судя по названию, там будет море крови, слез, месть и всякого такого не очень скучного. Диего Луна возвращается на малый экран в совместном проекте «Артиа и Колумбия» и телевизор. Трависсурус Деланиния Мала по роману лауреата Нобелевской премии Марио Варгас Лиосову. Хм, расчесываться не пробовал. Асфальд Риос удивил всех до невозможности. Особенно своих, так сказать, любителей. Он будет продюсировать фильм в Голливуде под названием «Элиза и Фред». И даже сыграет там небольшую роль доктора. Компания у Асфальда весьма приличная. Ширли Маклейн и Кристофер Пламер. Это слегка покруче, чем Уильям Леви и Вики Руфо. Не находит тим? Одним словом, Арриба Асфальда. Кстати, о Леви. Уильям вернулся в Мексику для работы в Ванавэль Латон Пристад, великого и ужасного Сальвадора Михея. Сказал, что отказался от роли на Бродвее в мюзикле «Чикаго». Специально для съемок в Ванавэль. Верите? Вот и мы не верим. Чего это бы там предлагали? Сыграть и спеть левую кулису или правый осветительный прибор? Кстати, хотим успокоить тех, кто переживает, что Михея испоганит их любимую новеллу «Латармент». Сценарист Кико Альвьери не дал курочить свое детище и напишет новую историю, где Вилли будет моряком. А вот с кем он будет крутить любовь на море, до сих пор не ясно. Поговаривают, что телевизорские боссы хотят повторить парочку Леви Перонни. Может, на второй раз удастся повторить успех их первой совместной новеллы. Предыдущая попытка не проканала. Зато точно известно, кто будет негодяем. Испанец Иван Санчес подписал контракт с телевизором. Посмотрим, насколько быстро его начнет жрать мексиканская пресс. Хосе Альберто Кастро уволил писателя своей новеллы «Венок слез». Потому что они перессорились в процессе писанины и просто саботировали новеллу. Так их вредители. Ушла из новеллы «Порки Эль Амур Манда» и наша любимица Нинель Конде. Любовь эта настолько сильна, что нам просто доставляет удовольствие ее очередной провал. Простите. По какой причине ее ушли, не очень ясно. Может, приглашали на пару серий всего. Кстати, осведомленные товарищи с телевизора уверяют, что именно серии с ее участием имели самый низкий рейтинг. Кроме того, она и Пабло Монтеро были названы в числе самых экономически невыгодных актеров телевизора. Один опаздывает, а другая не способна с первого раза сыграть сцену. Да и со второго тоже. Говорят, что девушка вся в слезах принесла угощение для членов съемочной группы и вообще была страшно расстроена. Оглушительный провал подкрался Габриэль Испаник. Ее новое навыло «Другое лицо Альмы» имеет рейтинги настолько крошечные, что впору говорить о статистической погрешности. Начальство Ацтеки выводы сделало и уволило к чертовой матери писателей, которые не смогли заинтересовать зрителей своей историей. С другой стороны, Ацтека старается привлечь популярных актеров и, по слухам Сильвии Наварро, было сделано многомиллионное предложение поучаствовать в ремейке бразильского шедевра «Авеннида Бразила». Слухи кажутся правдивыми, так как телевиза не спешит продлить с Сильвии контракт, и она отказалась сниматься до тех пор, пока все бумаги не будут подписаны. Еще одна беженка с телевиза засветилась на вражеской студии. Иран Кастелью снимается в венесуэльской новелле «Секреты Лусии». Судя по всему, действия там динамичные, и новелла не будет классической розовой слезливой истории про бедняжку-замарашку, которую полюбил, а потом отмыл и полюбил еще сильнее богатый принц. Ну и напоследок Эпименьо Барро, продюсер Аргуса, который сейчас работает совместно с Тельмонтом. Он обещает какой-то сюрприз с актерским составом «Хозяина небес». Заинтриговал он по самое немогой. Надеемся, что дождемся. Ну а на этом все. Встретимся в новом году. Всем всего самого хорошего. И ждем вас с нетерпением на нашем канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok